Таджикистанские власти объявили облаву на женщин в хиджабе. В сезон номер один города Душанбе скончался член Пифт. Власти Таджикистана проводят рейды среди молодежи. Правительство Таджикистана ищет новые страны для таджикистанских трудовых мигрантов. На заседании местного исполнительного органа госвласти Сагдийской области Таджикистана начальник ОМВД РТ по Ходжанду полковник милиции Эмин Джалилов заявил, что за 7 месяцев текущего года в городе Ходжанд совершено 685 преступлений. 30 жителей областного центра были задержаны по обвинению в примыкании к различным так называемым экстремистским и террористическим партиям и движениям. По его словам, на сегодня в городе Ходжанди зарегистрировано 245 членов исламской партии Хизбут-Тахрир и 226 последователей исламского движения Салафия. Большинство из них уже получили различные сроки лишения свободы. Он также добавил, что было создано 7 рабочих групп для проведения рейдов для предотвращения преступлений, в задачу которой входит пропаганда ношения национальной одежды. В ходе рейдов было выявлено, что в 38 торговых точках города занимаются торговлей женщины, носящие сатр и хиджаб. В настоящее время на учете ОВД города состоят 643 женщины, носящие хиджаб. На данный момент кварталы, где проживают эти женщины, находятся на особом контроле ОВД, отметил Эмин Джалилов. В сезон номер один города Душанбе скончался член оппозиционной партии ПИФТ Курбон Маннонов. Напомним, что после запрета ПИФТ власти Таджикистана объявили данную партию экстремистической и арестовали большинство членов этой партии, а тех, кто находился за пределами страны, объявили в международный розыск. На сегодняшний день в Таджикистане уже отбывают тюремные сроки несколько суджителей за участие в исламских движениях. Кроме того, в Таджикистане, как и во всех авторитарных режимах Центральной Азии, места лишения свободы известны своими нечеловеческими условиями содержания, а для осужденных за участие в исламских движениях власти страны намеренно создают еще более невыносимые условия. О предоставлении своевременной медицинской помощи таким осужденным не может быть и речи, вследствие чего среди данной категории осужденных в застенках режима Арахмона наблюдается высокая смертность. В Сагдийской области Таджикистана по инициативе руководства ОМВД Сагдийской области созданы семь рабочих групп сотрудников органов правопорядка на местах. В обязанности этих групп входит проведение во всех городах и районах области рейдов и встреч с населением, особенно с молодежью, в целях профилактики и предупреждения преступлений. Как сообщил АВЕСТА, глава пресс-центра ОМВД Сагдийской области Акбар Шарипов, рабочие группы созданы в рамках программы по предупреждению и профилактике преступлений, принятой в Согде в 2016 году. В ходе встречи рейдов особый акцент делается на предупреждение вовлечения молодежи в различные террористические и экстремистские организации, отметил Шарипов, подразумевая исламские группы и движения. Следует отметить, что создание такого рода групп для оказания давления на соблюдающих мусульман далеко не новое явление, и, как показывает практика, подобного рода рабочие группы силовых структур не ограничиваются только лишь беседами и предупреждениями, но используют угрозу и даже насилие, как это происходило во время кампании по насильственному сбриванию бород и снятию платков женщин. Мамали Рахмон потребовал от своих подчиненных принять необходимые меры по поиску новых стран для трудовых мигрантов из Таджикистана. В заявлении Рахмона говорится, Министерству труда, миграции и занятости населения совместно с Министерством иностранных дел и Министерством образования и науки необходимо принять меры для диверсификации стран для поездок трудовых мигрантов. Между тем, число депортированных трудовых мигрантов из так называемой «Дружеской России» достигло 30% от общего их числа, или же около 300 тысяч граждан Таджикистана. Кроме того, с учетом экономического кризиса в России и ужесточения правил пребывания трудовых мигрантов со стороны так называемого «Союзника Таджикистана», в стране складывается не совсем приятная экономическая ситуация. Так, например, агентство по статистике при президенте РТ сообщило, что с начала текущего года в стране сокращено или ликвидировано 36,2 тысяч рабочих мест. Кроме того, как отмечают наблюдатели, на сегодняшний день во многих торговых сферах наблюдается снижение продаж, а это, в свою очередь, свидетельствует о существующей проблеме в области экономики, что и побудило Рахмона отдать подобное распоряжение. По мнению экспертов, таджикским министрам вряд ли удастся выполнить поставленную Рахмоном задачу.